аварим реакция мнения всем здравия и сейчас поговорим о цензуре на ютубе причем с такой цензурой впервые сталкиваюсь видео долго не публиковал как сейчас дела есть потом может начну снимать опять но опять же наверно буду развлекательные видео снимать раньше я думал что значит вкладку сообщества вообще делать анонсы и какую-то информацию скидывать как раз типа такой что я хочу скинуть чисто текстовая информация вкладка сообщества до этого все проходило но там ссылка на чужое видео например чтобы не зачитывать самому не снимать целое видео а вот информация как бы теле зашкварился и так далее то есть какой-то скриншотик плохо что только один можно делать и ссылку на что-нибудь поэтому настоятельно рекомендую подписаться на все ну колокольчиками так часто видео публикую колокольчик и все уведомления потому что многие не знают вот видео камикадзе уже удалили про известную школу ну и принципе информация тут интересная которая скидываю это практически репост и звука но в сжатом виде так вот значит я при вас вставил вода текст которая сейчас буду зачитывать и опубликовать вроде ничего не пишут что какие-то нарушения есть тексты мне нравится вот вроде как опубликовано какое-то время я зайду и проверю останется этот пост или нет из-за этого все посты нормально у меня такое еще не было и сам текст значит я его публиковал а потом нажму f5 и проверю остался он или нет ну вот это с исторического вольнодумца но вот этот человек писал я не знаю кто это но просто текст уже наверное лет действия интересуют странными техногенные катастрофами произошедшими во время горбачевской перестройки но дело в том что он именно про старые почему-то пишет хотя новые не упоминает хотя новые то же самое происходит также зимняя вишня и так далее во время перестройки я как-то не обращал внимание на эти катастрофы но вот 10 лет назад заинтересовался даже точно не знаю почему заинтересовался примерно знаю но точно не могу сказать кажется интерес у меня возник после того как я обратил ним разомасия 4 июня 1988 года там взорвалось три вагона с гексогеном 90 человек убило сотня домов снесло с лица земли очень странная катастрофа с чего это вдруг вагоны взорвались но дальше будет опять же гексогеном к рязанскому сахарку они были надежно закрыты опечатаны никто не мог туда залезть и допустим закурить а потом бросить окурок но гексоген так не взрывается его свойство именно поэтому достаточно дорогой и в общем что безопасны пока там взрыватель не поставить и к тому же гексоген от окурка не может взорваться чтобы он взорвался нужны специальные детонаторы вот это важно то есть детонаторы есть только у специально подготовленных людей это порох да может взорваться от окурка от спички от гексогена не может отсюда следует вывод это была диверсия и это говорю не только я очень многие люди считали так даже губернатор нижегородской области 2001 2005 года геннадий ходырев однажды сказал следующее кому-то выгодно сформировать у населения страны уверенность в неспособности властей тех лет управлять государством обеспечивать безопасность граждан утонул теплоход на химов взорвалась чернобыльская с взрыв в арзамасе через год ровно в день в день такой же взрыв свердловский нигде не нашли виновных как виновные сами себя не найдут если вы понимаете о чем псб взрывает россия но губернатору думаю лучше знать правда он тут немного ошибся сказав что через год в тот же день произошел взрыв свердловский не свердловский а в башкирии и там взорвался не гексоген а облако газа а взрыв гексогенов свердловский тоже был но не через год после арзамаса через пять месяцев и вот эти слова ходырева как говорится запали мне в душу и заинтересовался я всеми этими катастрофами например ровно через год 4 июня 1989 года как я уже сказал башкирии это взрыва газового облака сгорели два пассажирских поезда и 600 пассажиров если офигенная авария ну как катастрофа 600 пассажиров только вдумайтесь 600 там будто бы утечка произошла из магистрального запровода а скопился в низине и через какое-то время облака газа въехали два поезда и произошел взрыв и в этой катастрофе тоже есть странности по крайней мере три странности первая причина утечки так и не удалось установить как и причину взрыва в арзамасе вторая странно то что взрыв башкирия случился именно 4 июня годовщина взрыва в арзамасе третье странно то что в облако поезда и причина такого совпадения в том что один поезд опоздал на 7 минут если бы он шел точно по расписанию он был бы один там или один бы сгорел общем а второй раз в это время находился бы на расстоянии километров действия взрыва а раз 1 опоздал то въехали они облака одновременно то есть не понятно вот как бы совпадение не бывает почему один поезд так подгадали в общем чтобы именно два поезда туда одновременно попала мне удалось выяснить чем причина задержки в первом поезде ехала женщина с маленьким ребенком и вдруг ему стало дурно температура поднялась и на одной из станций женщина с ребенком пошли медпункт и пока ребенка диагностировали укол ему жаропронижающий сделали 7 минут то и прошло но во первых тогда бы женщину просто высадили то есть и скорее всего это придуманная женщина придуманный ребенок но потом нашли конечно типа свидетеля но все равно из-за ребенка пояс не останавливают то есть человек если болеет и он сходит и все и у на следующий поезд дают билет ну там уже как или сам платят в общем просто так поиск стоять не будет 7 минут вы какие такие случаи наблюдали кроме того что в стоп кран кто-то дернул а если просто человек сошел с поезда то кто будет из-за него останавливать состав я думаю все это было подстроено ребенка кто-то дал конфетку с таким снадобием чтобы у него температура поднялась и совершила задержка поезда но опять же вряд ли вряд ли из-за кто-то там чихнул кашлял и что-то еще но нет поезд из-за этого не останавливают поэтому про ребенка это вообще придумано окружают странности катастрофы чернобыля во первых непонятно почему произошел взрыв как персонал мог допустить взрыв они что дилетантами были во вторых ровно через два года после катастрофы 27 апреля 1988 года покончил с собой человек ведшее расследование это катастрофы академик легасов опять же надо горит русском надзорная раз совершил то что он разком надзор собой уже странно и по и разком разор именно в годовщину катастрофа тем более странно но это еще не все пропали некоторые записи из его дневника где он записывал результаты расследования далее у него был пистолет но легасов почему-то не застрелился а повесился и наконец узел петли который не висел был бы был не совсем обычным это был морской узел его применяют или моряки или альпинисты или спецназовцы но легасов не был ни тем ни другим ни третьим ну такое да потом просто с окон выкидывали да и все наверно он невысоко жил мог бы выжить а так это фсбшный почерк из окна выкинуть короче убили его чтобы скрыть причину катастрофы на аэс поэтому были похищены или уничтожены материалы расследования понятно также почему легасов повесился а не застрелился во первых убийцы не знали где у него лежит пистолет ну думаю знали во вторых даже если бы знали то наверное не стали бы стрелять иначе соседи услышали выстрел ну такое тоже тут скорее почерк какой-то должен быть у каждой спецслужбы должен быть свой почерк вот в данном случае еще ночвешен а через четыре месяца те же которые устроили катастрофу на чернобыльской с устроили новую катастрофу с теплоходом отбирал нахимов в этот теплоход врезался сухогруз петр васев откуда же видно что эта катастрофа подстроена да отовсюду нахимов ну то серьезно было до трагедия нахимов должен был бы отправиться в рейс из новороссийска в 16 00 отправился в 22 то есть слишком большая задержка а как это так получилось один пассажир задержался из-за одного пассажиром держали целый огромный нет корабль не могло бы такого быть начальника дисков управления кгб криконов женой и дочерью ну да даже из-за кгбиста вряд ли но и тем более как бы тем более если из-за кгбиста то что значит он виноват получается и ради такого важного пассажира пришлось задержать рейс аж на 6 часов так вот крикунова наручно задержали чтобы нахимов вышел в рейс тогда когда к новороссийску будет приближаться васев идущий из канады с грузом зерна опять же идущий из канады с грузом зерна обычно же рассказывали что житница значит мы все отправляем вокруг а тут получается из карады нам зерно везли и он не пустой был сухогруз потому что он тюжи груженный был следующий факт показывающий что катастрофа была подстроена согласно правилам судоходства для при пересечении курсов корабль должен пропустить другой который идет справа по курсу васев шел справа значит таким он должен был бы пропустить его но диспетчер порта вопреки правил почему-то дал команду васева пропустить нахимова ну то есть диспетчер не может нарушать инструкции если есть инструкции они как у нас ехать по правой стороне все что значит диспетчер может сказать ей едь по левой нет такого не может быть капитан васева согласился но произошло что-то непонятное несмотря на то что капитан васева согласился пропустить тахимова вася не сбавляя скорости на полном ходу впечатался правый борт нахимова ну для начала даже при печатывании корабль не должен тонуть в любом случае даже при такой серьезной аварии там все равно перебор как там могло получиться до сих пор непонятно но мне это понятно конечно да все это было подстроено рулевого наверное вырубили и вместо него зашторовал стал диверсант вот почему корабль наслушался капитана и диспетчер вероятно работал на диверсантов потому что дал команду нарушающие правила судоходства то есть не может он давать как такие команды самого в одно лицо которые нарушают правила правило для того написано чтобы их не нарушать что даже без диспетчера правила соблюдались следующий факт указывающий на диверсию нахимов что-то уж очень быстро утонул за 8 минут то есть очень быстро люди просто не успели выбраться из кают титаник пробита айсбергом тату 2 часа 40 минут а нахимов пробиты несчастным сухогрузом всего 8 минут или вот пример густав пробитый тремя торпедами с подлодки маринеска тонул целый час хотя на нем был огромный перегруз пассажиров было в шесть раз больше чем положено еще пример луизе тания прошитая немецкой торпедой тонула 18 минут я думаю нахимом потому так быстро утонул что в его трюме были еще бомбы заложены так же самое как и в титанике скорее всего если он вообще тонул если у нее не уехал на другие континенты закрытые для нас и так же самое и британик в общем знали куда заложили то есть в любом корабле есть конечно слабые места если то заложить несколько бомб то понятно он просто делаю так чтобы он накренился один борт и начал тонуть и в момент столкновения кто-то нажал на кнопку кстати насчет луизе тания тоже есть версия она не могла так быстро утонуть за 18 минут из-за одной торпеды а причина такого быстрого затопления в том что в ней кроме пассажиров перевозили грузы рычатки и когда торпеда взорвалась корабль взрывчатка тоже сработала потому корабль так быстро утонул остальные катастрофы тут рассматривать не буду чтобы не удлинять повествование ну понятно в общем надо расследование вот дарил это получается губернатор ну теперь сейчас обновим тот пост вот значит он опубликован все нормально нажимаю опять что происходит нет поста то есть они больно чисто за текст уже вот этот текст получается в англисте есть понимаете вот от которой только что зачитал есть бан листи притом я даже несколько стоп слова от русском надзор изменил может еще что не нравится скажут да что какие-то тут выстрел повесился ну такое может за этих слов конечно же ну до этого такого не случалось понимаете до этого я думал что если видео мне просто банят то вкладке сообщества слова остаются но нет ну и по классике тем кто значит не видел показываю чем занимается цех но помимо моего длинного видео ссылка будет в описании которая три часа вон там разнообразного видео склейка так сказать цеховых постановок не постановок потому что жертвы все равно есть девяносто девятом году перед выборами президента перед выбором государственную думу начинают взорваться дома и когда произошли взрывы домов я сразу понял что это перед я не понял правильно сказать а у меня сразу возникли подозрения что это дело рук моей бывшей организации значит вот стенограмма заседания совета государственной думы федерального собрания российской чудо тормозит а в а в ю тубе не там и девяносто девятом году перед выборами президента перед выбором государственную думу начинать взорваться дома и когда произошли взрывы домов я сразу понял что это перед я не по литвиянка которого отравили полонию кстати понял правильно сказать у меня сразу возникли подозрения что это дело рук моей бывшей организации значит вот стенограмма заседания совета государственной думы федерального собрания российской федерации от 13 сентября 99 года селезнев председатель государственной думы российской федерации начинает собрание говорит здравствуйте уважаемые коллеги садитесь значит спикер все знал парламентарии тоже все знали начинается заседание начал начинает выступать о повестке здесь говорит и вот заявляет селезнев геннадий николаевич вот сообщение еще передает по сообщениям из ростова-на-дону сегодня ночью был взорван жилой дом в волгодонске это 13 сентября 99 года сразу хочу заметить что 13 сентября не был был не был взорван дом в волгодонске 13 сентября был взорван дом на каширском шоссе а дом волгодонске был взорван 17 сентября 99 года то есть я не удалось установить кто передал 13 сентября 99 года записку селезнев о том что взорван дом эту записку ему передал лях его помощник который поди в течение длительных длительного времени являлся агентом федеральной службы безопасности российской федерации агентом российских спецслужб то есть получается что из фсб ляху была передана записка о том что взорван дом чтобы селезнев это озвучил на заседании совета государственной думы и они ошиблись во взрывах то есть дом 13 числа не взорвали на каширском шоссе а написали что волгодонске а волгодонске дома не должны были взорвать по плану 17 числа по плану весь план взрывы домов выборы приближаются фсб взрывает россию напоминаю это все было при патрушеве который до сих пор то есть как тогда в 99 патрушев там рулил как и сейчас он рулит и поэтому все эти взрывы газовые в скобочка газовые в кавычках потому что дома рассчитаны на взрыв газа распространяется во все стороны но для этого есть окна то есть газ вынесет окно и не будет разрушать перекрытие ну там две квартиры может пострадают сверху снизу и сбоку сатя на кухне но если несущественно то вряд ли потому что внешние стены рассчитаны на то чтобы при взрыве газа выносила окно и ту стену которая самая слабая то есть при взрыве газа не должно быть обрушение подъезда если происходит обрушение подъездов значит это не взрыв газа это взрыв гексогена или чего-нибудь такого это к тому что вот недавние взрывы прокатились год назад и в этом году были это тот сейчас жириновский который сейчас на интервью дудю просто сидит и врет что он ошибся что он не знал и так далее тогда он тоже в теме был но решил бы кануть на фракции обменяем сомнениями как нам сегодняшним этим вопросом поступить владимир вольфовичу оставьте в покое сегодня наших министров мы же видите что происходит в стране вспомните г.н. николаевич вы нам в понедельник сказали что дом болгодонский взорван за три дня до взрыва это же можно как провокацию расследить если государственная дума знает что дом уже взорван якобы в понедельник а его взрывают в четверг но тут он переводит то есть он сразу два вопроса задает один очень важный а потом о том что все все взрывы саби спецслужбы организует а второе уже экономически который по сравнению с этим не так важно да 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 конечно а Сергей Николаевич, пожалуйста, не пульс. Вот в Болгодонске произошло, где шесть депутатов фракции КПРФ. Они должны туда выйдут и помогать. Раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже остались за три дня. А все время. Они только постулись, когда погремел. Поэтому не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищество депутат Зеленов. Мы постараемся, чтобы вы проиграли в своем обруге. Вот этот ворьеполковник Бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер один российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. И когда наши дети будут там служить, войс в луже второй год. Врочь войс в луже будет готовиться к Дагестану защищать такого готовка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Но вопрос-то по идее был. Почему взрывы спланированные? Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Ну, клоунада. Просто клоунада. Люди все знают. Ну, не люди, не люди. Те, которые тут сидят, все знают прекрасно. Затыкают рот, да и все. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за лишение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну, хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. В парламент пройдут только цеховики. Только те, кто работают на совершение актов взрывов, чего угодно, вот таких вот. Типа того, что в школе, потому что насчет школы выскажусь. Хотя, видео могут забанить из-за этого. Ну, в общем, я не говорю, какой школы. Но там тени не совпадают, опять же, крымский нарыл. Странно, что его видео не банят, хотя там ничего такого нет. Но, опять же, снималось в разное время, как всегда, это делается при постановках. Опять же, заходите на форум 911.tm и напишите форум глобальных постановок, и вам сразу выдаст. И сможете тему найти, ссылку в описании оставлю. То есть, там все раскрыто. Нумерология, во-первых, жесткая идет. Чисто нумерология западная. Как бы своей у нас нет, получается. Цех использует только, значит, каббалистическую нумерологию. Соответственно, в соответствующие даты происходит какое-то событие. Негативное, которое вызывает всплеск психической энергии. Ну и самое главное различие. Значит, вот эти все колумбайны происходят чаще всего просто. Просто, как Crysis Actors играют, так сказать, просто актеры. А там, где действительно происходит жертвоприношение, там должен быть пожар, потому что единственный способ спрятать то, что тела подвергались пыткам и с них сливали кровь для адронохрома или вообще для чего-то такого. Единственный способ – это пожар. Сделать, чтобы тело было обоглено, и там уже ничего не было. Ну, то есть, мягкие ткани исчезли. Ну, вы поняли. То есть, не было доказательств. Нету дела, нету. Нету тела, нету дела. Поэтому есть разница между вот такой стрельбой, типа Керчи, ну и школы Казань. То же самое, вот зимняя вишня отличается. Там, если горелые тела, значит, скорее всего, с ними проводились ритуалы. В том числе органы вырезали. Ну, опять же, если посмотреть на видео, то снимали совершенно в разное время. По теням видно. То есть, это все, и дети там улыбаются на видео. Ну, в общем, тут у меня все это было. Все есть, материалы, сообщество. В принципе, видео, если по ним снимать, то его забанят. А тут оно пока было. Так же самое, как сразу закон приняли об ожесточении. То есть, опять же, как закон, и законопроекты так быстро не готовят. То есть, он был уже готов, и его сразу увели. Ну, опять же, отсылка к 9.1.1. Почему? Потому что выход из Израиля. В общем, вот, шмот 19.1. Откуда 9.1.1 идет? Ну, Нестор свое предлагает. 44 в нумерологии, скорее всего, смерть, значит. Если где-то она появляется. Опять же, блогер умер от голода. 40 лет, 40 дней. Ну, понятно, Билл Гейтс марионетка, но сам смысл в том, что, если нету хейтового сторону от народа, значит, можно продолжать. То есть, он просто глашатай. Ну, вот, опять же, про этот же Волгодонск. Мягкое расследование, никого он этот пиаловаров не обвиняет, потому что он сам цеховик. Вот, тут то же самое, они даже своих. 44, вот. И недавно тоже вот упали там. Шестеро вроде как. Ну, видео, обрушение. То есть, человеческое житоприношение. Опять же, перед Чернобылем видео 4.44 длится. Ученых, значит, которые там в черта, черт с нами и так далее, чернобыльские. В эту же тему. То есть, это все тема постановок. Тоже видео удаляют. Те, что я ссылки уже давал. Ну, и так же самое про панораму. Панорама. Люди начали прозревать в цеховой работе. Комменты. С темой про панораму. Хотите, расскажу конспирологическую теорию, зачем нужна панорама. Ну, это та, которая делает всякие юмористические вбросы. Чтобы, когда выходит какая-нибудь офигенная новость, типа Путин сел в пионера, они выкладывают ее у себя. А потом, неважно, какой был первоисточник. В комменты к новости кидается ссылка на панораму. И все-таки, ахаха, так это же панорама, все ясно. Такие дела, ничего сложного. Технология простая. Берется самый плохой вариант из возможных и оглашается. А потом уже, он просто, ну это для того, чтобы перекрывать ссылки. Чтобы все было забито именно панорамой. То есть, серьезные новости. Оглашается заранее какая-то очень серьезная плохая новость. И вброс идет. Смотрят, как люди на нее реагируют. А потом уже следующее. Идет внедрение. Сколько уже говорят, что панорама предсказывает события. Да, предсказывает. Как вот, недавно они предсказали, что, значит, церковь предложила себе забирать, тех детей, от которых матери отказываются. А панорама, новость у нее была, что армия будет себя забирать, юнармия. Ну вот, то же самое. По сути, это одна и та же новость, которая в жизнь притворилась. Поэтому они занимаются тем, что просто расширяют окно овертона для негативных новостей. Так работает панорама. Точно так же работает и законотворцы. Окно овертона для плохих новостей. Если раньше это был просто стойк, то теперь предвестник изменений. То есть, если создавалась панорама просто как юмор, то теперь ее, опять же, цеховики перехватили, как и все со средства массовой информации. И свои идеи туда толкают. То есть, во-первых, в этих событиях, в чем связь? Есть нумерология четкая причем. Другое дело, что она им дает. Вот это, которое ни изнутри, ни без инсайда никто не скажет, зачем им это нумерология. То есть, есть, которые во что-то верят. То есть, даже само то, что они во что-то верят, уже сила. То есть, если есть фанатики, они будут исполнять. Есть там что-то выше, нет. К кому они это делают? Без разницы. Если есть от этого профиты, они это будут делать. А может, сама структура, самой веры, это и есть как раз профит именно у них внутри. То есть, не обязательно должно существовать даже что-то выше. Для того, чтобы система функционировала, так как она самоподдерживающаясь. Потому что там уже жесткий отбор идет именно по причине. Веришь ли ты, не веришь. То есть, это для них очень важно. Если не веришь, все, тебя не возьмут цех. Вот я обновляю. Остался ли мой текст? Ну, не мой. Ну, нет. Нет, все. Вот на Ведьмаке окончание. Ну и опять же. Кто такой бог? Что такое божество? Тоже. Скриншот. Нет? Не хочет он нормально открываться? Ну, тут опять же новость, что будут в еду добавлять. Слово, которое нельзя сейчас произносить. Что в йогурту, там в кефир могут добавлять уже. Я думаю, уже давно добавляют. Эффект накопитель. Вот. Опять же, новость. Запрет. А, ну и кстати, опять же, видео с допросом вот этого чувака, который, типа, школьный, 19-летний, в общем, вы поняли, про какую школу я говорю. Не имеют права публиковать такие видео, пока следственные действия происходят. А публиковали его сразу же. То есть, нарушение всех законов о допросах и так далее. Ну, опять же, читать не буду, можете остановить. Так как даже, даже зачитка википедии уже карается. Если там есть. 18 октября 2019 года. То есть, все было готово. Ну, вот это короткое. Нет конфет! Гензель и Гретель. А вы не должны нас откормить? Я люблю жилистых дедок. Опять же, отсылочка. Опять же, отсылочка. Ну, тут показано, значит, эпизод скидывал. Тут, значит, плата за душу. А тут, как магия работает. То есть, забирая чью-то жизнь, ты можешь что-то сотворить. В данном случае, цветочек. То есть, белая магия. Что хотя бы не у людей забирает. Но, сам смысл в этом. Ну, опять же, вот, мета-идея. Если у вас есть яблоко, у меня есть яблоко. Если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас, у меня остается по одному яблоку. Если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас по две идеи. Бернат Шоу. Если у вас есть секреты, у меня есть секреты Обменявшись имя, у нас секретов не останется То есть это в принципе хорошо Почему телепатия В данном случае будет запрещена Потому что Тогда не будет секретов Опять же новость, чип Сделали Ну Про недвижимость чиновников Но это в Украине тоже самое по сути И вот Само Если ктулху может быть вызван людьми Которые настолько ниже его Почему люди не могут быть вызванными муравьями Ответ Это должно быть возможно И ответ в принципе есть Но если кучка муравьев сформирует круг в моем доме Я это точно замечу И попытаюсь понять откуда они взялись И возможно начну сеять разрушения Вот почему знать и правильно произносить истинное имя Настолько важно для ритуала То есть да вот Почему все каббалисты ищут значит имя бога Возможно биткоины все эти Сети как раз перебором занимаются Там оно длинное это имя И подбирают его Все там миллиарды вариантов Ведь возможно А кстати сейчас Значит если биткоин Сеть и остальные Делали только для того Чтобы подобрать То теперь эти данные Надо куда-то слить Они не блокчейни Потому что блокчейни Просто операции сохраняются А теперь вот криптовалюта Чия Которая Заговор Ну производители винчестера Чтобы даже если Валюта не стартанет Она особо не стартанула еще То Все равно выгодно Производителям Просто повышать цены И любое обоснование придумает Там то завод затопило То еще что-нибудь Один завод затопило Их там сотни А цена поднялась Разум 10% Хотя должна На процент подняться Ну вы понимаете Логику Выгоднее поднимать цены И вот то же самое Чтобы всю Чия нужна для того Чтобы хранить инфу А что в этой инфе Фихого знает Потому что Терабайта занимает Истинное имя Настолько важно для ритуала Ведь невозможно Будет заставить себя Не посмотреть на то Как круг из муравьева Начинает распевать Твое имя Да Будут вполне забавно То есть Самое главное Заинтересовать Божество В общем Или существо Которое просто Из другого измерения Более развитое Любое Там возможно В пятом измерении Существенно Много больше чем тут А они такие Ты не можешь уйти Потому что Мы сделали Линию из крошечных кристаллов Теперь Ты должен выполнить Наши желания Типа Были Не зря Это делали И то же самое Опять же К нумерологии Возможно Эти существа Реагируют На циферки Если они Например Есть какая-то Программа управления Вообще Ну в общем Как-то может добиться Скорее всего Иначе Зачем эти все ритуалы Или просто Ни на что Это не опирается Опирается просто На веру А вера Это очень мощный Механизм управления То есть Пирамида Зиждется на вере В любом случае Чего-то выше Но в любом случае Вера есть И ты такой Дальше Ага Вы меня поймали Чего хотели-то То есть Это к муравьям И обычно Желание будет Убей вот того Муравья для нас Или дай мне Гору сахара И ты такой Ладно И ты из меня Исполняешь желание Ведь почему бы и нет Тебе это не сложно А прикинь Теперь можно будет Рассказать Охренительную историю Про Муравьев Воспевающих Твоими И требующих Ложку сахара Или типа того Еще и снять на видео Возможно У нас тоже Снимают на видео А возможно У нас снимают На видео Как раз С помощью Цифровых технологий Которые нам Подкинули Как сахарок Понимаете То есть Мы заинтересовали Нам кинули технологии Там транзистор Дали Программирование И так далее То есть Хотя бы базовые функции Потом сами Типа развивайте Но идею подкинули Может когда-то колесо Подкинули А иногда Тебя будет просить Сделать что-то Чего ты Не сможешь сделать Один из них Такой Я люблю Эту муравьиху Но она не обращает На меня Внимание Сделай Меня Важным Для нее Вот Это Самое Частое Скорее всего Желание Сделай Меня Богатым Сделай Чтобы Меня Любили Это самое Простое Что человек Будет требовать И то Что Богу Не нужно Божество В общем Лучше Назвать Не бог Потому что Скорее всего Их много А божество Для нас Для муравья Там Кит Вот смотрите Есть муравей Есть еще Там на муравьях Даже есть паразиты Которые их кусают Вот Тот паразит На муравье Кто для него Человек Божество А Вот Кит И человек Например Ну Кит Для нас Не божество Но тем не менее Все равно Сравните Масштабы Просто Масштабы Размеры То есть Даже не самое Большое существо Самое умное Ну Такое В общем Ладно Можно долго Философствовать Но смысл Есть в том Что есть Сверхмаленькие Значит существа И есть большие И ты такой Че Как Поэтому Ты просто Убиваешь всех муравьев В колонии Кроме этих двоих Тогда Проблема решена И первый муравей Шепчет В ужасе Что же я наделал Ну примерно Так и происходит Да Ради прикола То есть Все ради лузов Все Почему наша жизнь игра Потому что Все ради лузов Происходит в данном случае Изиждется на вере Иначе Законы вселенной Были написаны На куполе Плоской земли Или они написаны В виде звезд А мы не знаем В виде рун Тоже возможно Просто мы утратили Значит Благодаря катастрофам Планетарным Возможность Это считывать В общем Я показал Что Цензура На youtube Существует Или оно все-таки Проходит Но я его не вижу Такой тоже вариант Может быть В общем В любом случае Подписывайтесь На канал Если вы подписаны Отпишитесь Нажмите опять Перезагрузите Канал И подпишитесь опять И поставьте Все уведомления Если вам не сложно Спасибо за внимание До новых встреч